Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Если уж говорить о сибирских сортах, о которых я вот часто-часто говорю, то в первую очередь, конечно, нужно сказать о сорте, который очень широко известен не только у нас в сибирском регионе, но и по всей России. Это сорт Золотые купола. Многие его выращивали, и многим он нравится за такие качества, как крупноплодность, выносливость, отличный вкус, сладкие, мясистые, нежные томаты. Я вам показывала, вот когда первые кисти я снимала, там вообще куча не лежали, я вам мельком показывала, сейчас я расскажу вам, что пишет об этом сорте производитель. Крупноплодный томат любительской селекции Золотые купола. Среднеспелый, среднерослый сорт сибирской селекции, высота куста 90-150 см, плоды красивые, округло-сердцевидные формы, оранжево-желтые окраски, мясистые, вкусные, массой 400-800 грамм, великолепны в салатах, зимних заготовках, хорошо дозревают, выращивают в 1-2 стебля в открытом грунте и пленочных теплицах. Так, ну и все тут, остальное все так же. Хочу отметить, что я вот всегда говорю, что оранжевые и желтые сорта, они более сладкие, более такие нежные, как бы деликатесные томаты, в них мало кислинки. Вот я вам показала, ну тут нижних, конечно, нет уже кистей, они сначала идут, шли совсем крупные, потом вот средний размер, потом мельче-мельче. Я их, сейчас поднимусь, я их не обрезаю сильно, вот у них еще листья хорошие, тут еще некоторые томатики маленькие, они могут дорасти. Вот это был сорт золотые купола, просто короткий видеообзор сделала, как он выглядит на улице. Вообще сортов сибирских очень удачных, то есть и крупных, и выносливых, и которые вызревают очень много. Вот я вам показала сорт золотые купола, несмотря на такой крупный плод, он сейчас в середине августа уже вызрел, еще есть вот такой же сорт, только красный, потом покажу вам, приду, опишу. Рубиновый кубок тоже. Плоды очень крупные, похож на Кенигсберг. Сейчас пройду еще к Кенигсбергу, смотрите, какие огромные плоды. Все это вызревает у нас в открытом грунте, это сибирские сорта, очень урожайные, очень выносливые. Этот сорт тоже принадлежит к тем сортам, которые не выдерживают тяжести своего урожая. У меня нынче он весь оборвался. Видите, сколько плодов. Сейчас как бы вам показать его урожайность. Ой, ну ладно, потом приду его описывать, покажу. Эти томаты, они столько много урожая дают, что они не выдерживают тяжесть вот этих кистей. И также вот как бычий лоб, ломаются, обваливаются, надо очень их укреплять. Все, до свидания.